Девушки отдыхают В прошлый раз на хакатоне мы создали именно проект по его заболеванию, который называется «Дедушка И». Поэтому когнитивные игры «Дедушки И» – это уже продолжение сайта, который мы сделали, посвященного людей с такими похожими заболеваниями. Соответственно, мой дедушка не может писать, особенность его заболевания он не видит вниз, у него пары с взора. Поэтому все методики, которые существуют у логопедов и нейропсихологов в оффлайн-режиме, как обычно, занятия ему не подходят. Поэтому мы и решили сделать проект для таких, как мой дедушка, для людей, у кого может быть скрытое косоглазие или какие-то другие проблемы. Собственно, о чем речь? Интерактивные материалы для взрослых людей отсутствуют. Сейчас я вам продемонстрирую, с чем к нам домой приходят невропсихологи и логопеды. Но вначале немножко статистики. У нас 43 миллиона пожилых людей, людей с инвалидностью, 13 миллионов инвалидов. И проблемы, о которых мы говорим, кому нужны интеллектуальные занятия регулярно – это 5 миллионов человек. В Москве проживает больше 2,6 миллионов людей, которые либо пожилые, либо инвалиды. И в год прибавляется 500 тысяч людей к пожилым людям и к инвалидам. Соответственно, в Москве 400 тысяч москвичей старше 80 лет, которые формально здоровые люди. Но так или иначе тренировка памяти, ума, внимания им требуется. Собственно, ну здесь это такая информация для специалистов, насколько важен наш мозг, память, речь, внимание, зрительные функции. Да, и то, о чем мы говорим, это или поддержание функций нейронов, или восстановление нейронов. Потому что нейроны, они растут за 7 лет. И по данным Института мозга имени Бехтеревой, Академии наук, они даже у пожилых людей за 7 лет вырастают. Соответственно, ну вот демонстрация того, что нам приносят домой. Для взрослых людей, да? Да. Что, отмотать назад? Таким людям, которые, как бы сказать, у них сознание очень хорошее, просто потеряно именно вот реальную связь. То есть им очень обидно, такие детские игрушки, детские рисовалки. Он просто не был с этим работать, у меня отца такая же проблема была. То есть после инсульта к нему пришла логопед и что-то ему играло. А он сидит, он просто не реагирует. То есть она его считает за дурака. Он просто обиделся и закрылся. Пришла я, и он стал со мной работать дальше. Да, соответственно, за основу того, что мы решили сделать, мы взяли методики нейропсихолога из Института мозга имени Бехтерева Марии Григорьевны Хроновской. Она ведущая специалист в стране. И методику логопеда из реабилитационного центра на Лодочной. Это один из ведущих центров в России для взрослых людей. Собственно, внедрить мы это хотим и в реабилитационных центрах, и в центрах социального обеспечения, куда приходят пожилые люди и инвалиды. То есть эти центры сейчас по стране тиражируются, их там больше нескольких тысяч. Но, к сожалению, мы не встретили на этом хакатоне специалиста, который помог бы нам это сделать уже интерактивным. Но смысл в том, что этот урок должен быть посвящен карте мира, местам, где человек был, чтобы он мог пальцами двигать, притягивать вот эти страны. Потом там следующая часть урока из собственных фотографий он собирает пазлы. Потом он должен к этому привязать какие-то истории, воспоминания, рассказать об этом. И другая часть занятий, не знаю, как это сделать, но сейчас мы вам продемонстрируем короткое видео. Для таких людей они не могут писать, но им очень важно все-таки иметь возможность писать, причем писать по специальной методике, в специальном ритме. И они должны этим заниматься с профессионалами. И на хакатоне мы сделали такое коротенькое видео, благодаря Алексею нам очень помог. Он сказал, знаете, сделайте видео, если вы не знаете, как делать такую технологию. Ой, почему-то она не показывается. Вот. И, собственно, что мы хотим сделать? Мы хотим сделать такие игры или такие приложения для работы с интерактивными проекторами, интерактивными досками, задействовать интерактивный пол. Вот, собственно, то, что доступно моему дедушке и то, что позволяет ему, таким как он, и людям, у кого парализованы руки, заниматься. И то, что помогает им выращивать вот эти новые нейронные связи. И мы хотим, чтобы это было на большом формате, потому что маленький планшет таким людям не подходит, они его или не видят, или им это сложно делать. Да, вот. Вот в этом суть идеи. Если мы победим, то мы хотим потратить деньги. Андрей подсказал нам, что есть такая платформа Mural, на которой можно создавать такие приложения. И, естественно, нам нужна будет помощь в программировании. И, то есть, для того, чтобы потом провести тестирование со специалистами и с такими людьми. Вот. Ну, наверное, все. Вопросы? Ага. Да. По-моему, раз, по-моему, эта вещь очень полезная, но в перспективе, в масштабах очень дорогая. Как вы все-таки будете устойчивость проекта обеспечивать? Ну, дело в том, что, я не случайно произнесла слово ЦСО. ЦСО – это организация предпринимательства защиты города Москвы. Соответственно, они ежегодно, им выделяются деньги на закупку оборудования. Поэтому для создания таких групп для людей после инсульта с Паркинсоном, Альцгеймером, может быть, людей с ДЦП, у кого есть проблемы с пастикой, с контракторами, для детей, взрослых, пожилых, им это очень просто организовать. Потому что стоимость современного проектора, она там порядка 60 тысяч рублей. И закупать программное оборудование они могут себе позволить. Точно так же реабилитационные центры, тот же центр на лодочной, они по госконтрактам за одного человека, который у них реабилитировался, получают от 150 до 300 тысяч. Поэтому этот проект, он должен быть бесплатным для людей, которым это нужно. Но, безусловно, мы рассчитываем на то, что это будут покупать организации, которые работают с такими людьми. Тогда кто ваши конкуренты? На данный момент я нашла только один проект МГУ, он называется Викиум, но они сделали тренажер для людей, которые просто хотят тренировать свой ум, и у них нет проблем с инвалидностью. За рубежом я не встречала таких проектов. Я владею английским, итальянским, чешским языками, и я исследовала среду этих стран. И, насколько мне известно, созданием таких продуктов для такой группы инвалидов пока никто не занимался. Опять же, эта идея пришла мне в голову случайно, потому что нам надо тренировать дедушку, вниз он не видит, и мы купили вначале ему обычную доску с мелками и фломастерами. А потом я подумала, что очень здорово все это перевести на какую-то стену или какую-то поверхность, которую он зрительно видит. Спасибо большое.